Микс Ньюс. Добрый день всем, 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 кто нас сейчас слушает. Сегодня вторник, День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Снова здравствуйте. Я Рита Трошкина. И гостья наша в студии актриса и певица Асмик Багаян. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Асмик будет помогать нам сегодня включать «Зеленую лампу» в помощь совсем маленькому рижанину, ему 4 годика только. И вы знаете, фамилия у него такая – Солнышкин. Родион Солнышкин. Я вот лично… Солнышко. Солнышко. Да, в любой там пасмурный день просто, наверное, радость приносит такой ребенок. Если бы я услышала просто такую фамилию, я немедленно бы, вот, потянулась бы рука мне набрать этот номер телефона помощи, который включает «Зеленая лампа» каждую неделю для разных детей. И номер такой 93006384 евро 42 цента за звоночек. А помощь очень нужна этому малышу Родиону Солнышкину, потому что он с детства, вот где-то в полтора годика ему, у него начались отклонения в развитии неожиданно. Он уже там говорил слова и бегал, и прыгал, как нормальный ребенок. А потом началось отставание в развитии неожиданно и странности в поведении. И он как будто ушел в свой какой-то особенный мир. Диагноз, который поставили врачи, это аутизм. Одна из разновидностей аутического спектра. Ну, родители, многие знают, как это тяжело и что это такое. Его родители, мама Надя и папа Вадим, они делают все возможное, чтобы вытащить ребенка. Ребенок замкнулся, ребенок ведет себя очень часто неадекватно и не говорит, перестал говорить, даже то, что он уже умел. И они свозили, папа свозил его один раз в питерский центр, нейрологический центр «Доктрина». Это было в августе, то есть вот абсолютно буквально недавно. Где специальные программы как раз вот для таких деток разработаны и очень успешно. И прогресс такой наметился. И сейчас врачи очень-очень настоятельно рекомендуют пройти еще два курса. Вот в ближайшее время, а потом через полгода. Но с семьей самой не справиться, там еще есть старшая девочка и семья просит помощи. На вот эти две поездки и два курса по борьбе с аутическими расстройствами нужно 5900 евро. Поэтому мы включаем телефон благотворительный на целую неделю для 4-летнего Родиона Солнышкина. И счет помощи опубликован на наших страничках на сайте MixNews.lv и в рубрике «Зеленая лампа» и на страничке нашей в Фейсбуке. Тоже рубрика «Зеленая лампа». Телефон, напоминаем, 93006384. Он работает до 6 октября. Евро 42 цента за звонок. Спасибо всем за каждый, за каждый, буквально каждый звонок. И еще раз отметим, что в Петербурге действительно очень сильная медицинская школа неврологов. Это всем на заметку родителям. Да, это центр доктрина. Там есть специальная реабилитационная база, называется «Зона здоровья». Там действительно уникальные программы по работе вот с такими детьми, аутизм, ДЦП. И особенно у них есть такие методики, очень эффективные по вызову речи. Вот это, конечно, если этот ребенок начинает говорить, это просто улучшает качество жизни его родителей, всей семьи и всего окружения. И напоминаем, что наши гости сегодня включают вместе с нами «Зеленую лампу» актриса и певица Асмик Багойян. Давайте начнем вот с чего. Вот просто вот сломаем все наши вопросы, которые мы придумали, на вашей страничке в Фейсбуке. Мы ее почитали внимательно, мы нашли ваши слова. Вы опубликовали то, что сказал ваш сын год назад, десятилетний. Как зовут его, кстати? Альберт. Альберт. Десять лет ему тогда был, сейчас одиннадцать. И он сказал такую фразу. «Мама, очень много людей отвлекаются на всякие неважные и ненужные вещи. Представим, что жизнь – это поле или сад. А наша цель – собирать яблоки. Но люди собирают все, что попадается на их пути. И картошку, и огурец, и еще что-то. И отвлекаются. А я планирую собирать только хорошие яблоки. Мама, извини, но ты тоже отвлекаешься». Да. Можете прокомментировать, как появились эти слова и что вы ему ответили? Дело в том, что мой Альберт очень такой тоже сдержанный мальчик. И он редко выходит на открытые разговоры. Но если я попадаю на волну, когда мы вдвоем или откуда-то там из школы идем домой, у него такие глубокие философские мысли, что меня иногда шокируют. Я думаю, неужели этот маленький ребенок вот так глубоко видит все, что вокруг происходит, и так вот понимает суть происходящего. А вот мы думаем, что дети, они там как-то сами по себе поиграть, а оказывается они… Нет, оказывается, что они очень внимательно следят за нами и за всем, что происходит. И мой Альберт очень не любит такое вот низкокачественное. Даже вот в музыке он не любит попсовую музыку. И вот он пришел к такому умозаключению, хотя мы с мужем, в принципе, муж не курит, не пьет. То есть, в принципе, мне казалось, что мы не отвлекаемся, но оказывается, что я в этом числе отвлекающихся людей. Ну, какой-то момент, может быть, да, ты его там задел, да? Что он бы вообще посоветовал? То есть, дети – наши учителя, правда? Да. Чему он вас учит? У вас двое детей, да? Дочка и сын. Чему они вас учат? Ой, много чему. Собирать хорошие яблоки. Быть внимательным, да, к своим поступкам, к своим словам, к своим действиям. Быть очень-очень ответственными за свои даже переживания. Я очень эмоциональная, я могу что-то там эмоционально сказать. И тогда сын подходит и говорит, мама, что ты хочешь? И это так отрезвляет. Да, очень хорошо. А дочка? А дочка солнечная, любит целоваться, любить. И очень часто за день она может обнять, поцеловать, сказать, что она любит маму, что она любит весь мир. Вы знаете, вот что нас поразило в этой истории семьи Солнышкиных. Мама там, зовут ее Надя, и она такая ярко-рыжая. И вот папа Вадим сказал, что вот может он на ней женился, потому что ему так понравилось, что она рыжая. В мире у нее Солнышкина. И когда мальчик только-только начинал говорить, он играл с игрушками, все нормально, и он начал «ма», «мам», «мам». Отдельные слова, слуги. Но речь у него так и не прорвала, и пошел как будто обратный процесс. И вот у нее мечта, что вот в Петербурге эти неврологи смогут вызвать речь, и она увидит мама. Вот вы говорите, что дочка подбегает и говорит, мама, я тебя люблю. Сын говорит, мама, что ты хочешь. И вот у этой Нади Солнышкиной такая мечта, что ее Родион тоже скажет «мама». Мы очень просим вашей поддержки 9306384, 1 евро 42 цента за звонок, и перечислить помощь можно на счет в благотворительном фонде BeOpen, открыт специальный счет, и счет опубликован на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Мы вам благодарны за каждый звоночек, потому что уже наступает время, когда нужно им опять ехать в этот центр, где мы верим, что помогут им. И, конечно, у родителей задача сейчас 4 года ребенку. Чем раньше начнешь это лечение, тем больше, тем лучше будут результаты. Это всем известно. Они, конечно, мечтают, чтобы он к возрасту школьному уже подошел в немножко другом состоянии, чтобы он смог учиться. Это шанс. То есть просто мы можем сейчас дать этой семье реальный шанс. И вот если они первую поездку оплатили сами, все собрались, то сейчас им врачи сказали «друзья мои, нужно еще два курса». Его сделали полное обследование мозга на новейшей аппаратуре, составили эту программу. И вот родители, они думали, что они будут справляться сами. Но они видят, что такая сумма 5900. 5900, ну нереально, а ехать уже нужно через месяц на следующий курс. Это как в сказке про репку, что мышка подключилась. Вроде маленькая помощь, но вот с ее помощью. И каждый может себя поставить на место мышки. Да, совершенно верно, вытащить эту репку. Асмик, ну вы любите сказки, судя по всему. Конечно, кто не любит сказки? Какая у вас любимая сказка? Я люблю все сказки на самом деле, но не могу сказать точно. Могу рассказать, что мы играли недавно сказку «Анаит» в театре «Оса» до карантина. И вот очень глубокая сказка, очень мудрая. И после спектакля к нам подходили женщины и говорили, вот как надо воспитывать девушек. Потому что там история, вы, наверное, знаете, да? Расскажите, расскажите о нашем родителе. Там такая история, что сын царя, Вачаган, влюбляется в дочку пастуха. Ну, случайно, после охоты он идёт из родника пить воду, а она пошла тоже к роднику, чтобы собрать воды. И вот они встречаются. И Вачаган решает на ней жениться. Смелый поступок. Очень смелый. И, конечно, царь и палата говорят, что это невозможно, что ты сын царя, ты должен жениться на дочери хотя бы князя какого-то. Но не дочь, дочь пастуха, да. Ну, Вачаган, значит, плохо себя чувствует, уходит в себя и говорит, что только Анаит и никто другой. Ну, тогда царь отправляет свататься и думает, что, ну, все же будут счастливы, что сын царя хочет на ней жениться. Она говорит, а у него есть ремесло какое-то. О, молодец какая, да. Только на троне сидеть. Да, и слуга очень удивляется и говорит, зачем ему ремесло? Все его слуги, все, что он захочет приобрести, иметь, он будет иметь. Она говорит, я не могу за него выйти замуж, потому что я обещала своей маме, что я выйду замуж только за того, кто хотя бы каким-то ремеслом владеет. То есть у кого в руках будет профессия хорошая. Не важно, это царь или не царь, мне все равно. Вот она говорит, мне он понравился очень, но я не могу за него выйти замуж. Ненадежный такой товарищ. Да, и приходят слуги и говорят, что она не может за вас выйти замуж, потому что у вас нет ремесла. Вачаган, недолго думая, говорит, хорошо, я выучу ремесло, она очень мудрая. И он учится ткать ковры. Анаит соглашается, выходит за него замуж. И в какой-то день Анаит говорит, Вачаган, ты вот сидишь у себя, и ты не знаешь, что происходит в твоем государстве. Иди в одежде простого человека и посмотри, что люди говорят, что им нужно, какие нужды. Вачаган выходит, идет, гуляет, много ли, мало ли времени прошло. Но однажды на городской площади Вачаган видит, что толпа народа следует за каким-то мудрецом. И мудреца несут на таких вот подставках. И говорит, ну, интересуется, кто это, что. Говорят, это такой мудрец и очень святой человек. Он настолько свят, что даже не хочет наступать на землю, чтобы не раздавить насекомое хоть какое-то. Вачаган, интересно, он следует за этим мудрецом. И в конце концов оказывается в ловушке, что под обликом вот этого святого человека они ловят людей и заставляют бесплатно работать на них. И Вачаган оказывается в темнице и начинает работать. И вот там ему как раз пригодилось его ремесло. Он ткет ковер и на ковре маленькими значками рассказывает свою историю и отправляет, говорит, что вот этот ковер оценит царица Анаит. Вы там несите к ней, она вам заплатит очень много. Ну, и Анаит таким образом узнает, где Вачаган собирает войско и идет спасать своего мужа, ну и, конечно же, всех остальных пленных, которые... Такой хэппи-энд. Да, хэппи-энд. Такая мудрая Анаит. Да, и интересно, что мамы и девочек оценили, что такая самооценка у девушки, что она не потеряла голову, что вот царь хочет на мне жениться, и я выйду замуж. А вот... А с другой стороны, может быть, это, наоборот, смирение и покорность воли родителей. Если мама сказала нет, то даже если царь к тебе посватывался, не приступи. Да. Родительский наказ. Ну вот... Еще один момент, я сразу отметила, да, когда вы сказали, мудрец, под видом мудреца там скрывается какое-то зло, да, то есть это для нашего времени очень характерно. Очень актуально. То есть когда зло перережается в какие-то светлые одежды и изображает из себя что-то светлое, какое-то добро... И затягивает тех, кто ищет какое-то для себя. То есть мудрость, мудрость должна... А вот мы говорили о сказках, о хэппи-энд, что добро должно побеждать зло. А у вас есть такая роль, вы играли в спектакле, который называется «Ирония судьбы» или «Сюрприз для Дедушки Мороза». Да. Вы вообще лично верите в судьбу, в какие-то чудеса? Да. Вот расскажите, что случалось с вами? Что-то было у вас? У меня... То, что я оказалась здесь, это тоже счастливая случайность, потому что высоко-высоко в горах я отдыхала у своей тети на даче в горах, и муж заблудился и появился... Будущий муж, да? Да, и появился у тети в доме. Сказал, спасите меня, покажите мне дорогу. И причем мой муж 7 лет искал себе невесту в Армении, потому что он очень хотел... Он здесь родился в Риге, но он очень хотел жениться именно на армянке, чтобы вот не терять вот народные ценности, языки, вот это все. А в этот год, когда мы встретились, он решил, что он не будет искать себе в этом году невесту. Устал уже. И да, взял машину и на машине через Украину, через Грузию, ну, поехал в Армению. И в Грузии на той границе, через которую он собирался езжать в Армению, оказалось закрыто. И он переехал всю Грузию через другую страницу, а деревня моей тети была прямо рядом с границей с Грузией. И вот через эту границу он приехал. То есть его завернули, чтобы он прошел через другой пограничный полк? Завернули. Завернули. Там, где вы его и ждали на горе. Асмик, а вы его узнали сразу? Да. Да? Я вот, мне было 22 года. Я только-только заканчивала театральный институт. То есть мысли не было про замужество. И у меня все мысли и мечты были про то, чтобы поступить в театр, чтобы играть. Да, быть на сцене, сделать карьеру. И когда мой муж зашел за ворота, я подумала, Господи, неужели вот это моя судьба? А он такой странный, не тот тип, который я видела вообще перед глазами. Он такой голубоглазый, в такой мятой рубашке, в джинсах. Такой европейский стиль человека, который для меня был такой незнакомый. Не то, что я мечтала, и вот я увидела и подумала. Ну и потом, я, конечно, не хотела, долго уговаривали меня все мои родственники, родственники мужа вместе с мужем. Но в конце концов, да, поэтому я верю в судьбу. И поэтому вы переехали. Вот так судьба сложилась, что вы из Еревана. Знаете, в какой-то момент я подумала, что карьеру можно делать, в принципе, в любом месте, а хорошую семью не так легко создавать. Да, ну вот в системе ценностей что на первом месте стоит в вашей личной? Между чем и чем? Карьера, семья, какие-то увлечения, что-то еще. У меня есть два пункта – карьера и семья. Но если придется выбирать, я, конечно, семья. Но они не противоречат, да? Нет, нет. Сейчас не. Я стараюсь сделать так, чтобы не забирала. Все-таки семья, да, наверное, семья. Смик, о карьере. Вот буквально недавно случилась премьера спектакля «Бог Нижинский» в Рижском Камерном или в Малом Театре, как называется. Да. И у вас там очень красивая роль. Расскажите, как прошла премьера, кого вы играете, почему вам… Надин Боковикова ставила этот спектакль. Чем близка вам эта история? Да, этот спектакль, как моноспектакль, эту историю играла Надин Боковикова несколько лет, два-три года назад. Это история, отрывок маленький из жизни Нижинского, Вацлава Нижинского, который по стечению обстоятельств потерял рассудок. И Надин очень, ну, она, как она говорит, что ей очень близок его образ, его мысли про любовь к Богу, про любовь ко всем остальным. И потом Надин решила расширить, потому что рядом с Вацлавом Нижинским на протяжении всей его жизни, после того, как он женился, была его жена, которая, в конце концов, и опубликовала его дневник и рассказала еще воспоминания про Вацлава Нижинского. Ну вот он был серьезно болен. Он был серьезно болен, и она, во-первых, она очень отстояла на том, чтобы он жил в Венгрии у ее родителей. То есть она до конца жизни служила его личности, можно сказать. И вот Надин решила внести роль, внести жену Нижинского, то есть немного разномерно сделать спектакль. И на спектакле играет скрипка, живая, причем скрипачка Наталья Григорьевич, она просто импровизирует каждый раз, и очень красиво получается. То есть зрители хорошо так приняли, да, спектакль? Да, очень хорошо приняли, и я выучила роль, я выучила песню венгерскую «Колыбельную», и все думали, что это армянская песня. Да, хорошо. А когда можно еще будет увидеть? Будут же повторяться? Да, да, конечно, будет 8 октября, 21 октября, а 15 октября будет премьера еще тоже Надин Боковикова «Песнь-песни», замечательный спектакль. Нет, это будет на Менцендорфа «Намс» 15 октября, будет латышская версия и русская версия. Тоже будет живая музыка, флейта, в общем, очень красивый спектакль. Я буду там петь и играть тоже. А Менцендорфа «Намс» – это музей, и в каком пространстве там будет это происходить? В музее. Вот там на первом этаже, прямо, да? Да, да, да. Интересный проект. Ну, вот очень интересная информация. Да, очень небольшой синтез хорошей ценности и культур. Очень приятно, что такие тонкие вещи в Риге у нас появляются. У нас сейчас будет небольшой перерыв, и мы потом продолжим. Оставайтесь с нами. А сейчас просто хотим напомнить, что наша программа с помощью «Асмик Багаян» сегодня помогает 4-летнему рижанину Родиону Солнышкину у мальчика диагноз «Аутизм». И со всеми последствиями, да, неприятными этого, я не знаю, как сказать, заболевания, диагноза состояния. Да, потому что сейчас спорят, это болезнь или не болезнь. Дети очень особенные дети. С ними непросто, но они, как правило, все талантливые очень. И надо им просто помогать, надо подключаться. И вот мальчику нужно пройти два курса в нейрологическом центре Санкт-Петербурга, который называется «Доктрина». И мамам других таких деток тоже, наверное, будет полезна эта информация. Это действительно очень хороший центр. Там занимаются с детками по специальной системе. И как он называется? В том числе это в комплекс входит эта терапия. И специалисты, они отслеживают все новейшие методики, которые вообще в международном масштабе пробуют специалисты, адаптируют их, включают в свои, как сказать, комплексы. И там действительно очень такие эффективные получаются программы, которые помогают деткам буквально сделать скачок в своем развитии. Ну вот маленький Родион после этих занятий, он, как мама сказала, что трудно было поймать его взгляд, даже сфотографировать было сложно. Сейчас он смотрит в глаза, и какие-то моменты в поведении очень улучшились. Он начал нормально спать. И там для этих родителей просто, как сказать, космический прорыв. Он понял, наконец, что такое горшок и как его использовать в 4 года. То есть у родителей праздник, счастье. То есть если ребенок понимает, как пользоваться выключателем, ручкой дверной, какие-то вещи, которые кажутся очевидными. Но при этом эти дети, например, прекрасно понимают, как устроен компьютер, как найти какую-то информацию, уже знают алфавит. Как-то там с космосом общаются. У них в другую сторону просто. В общем, родители мечтают, чтобы они его понимали, что он хочет сказать. Потому что вот эти вот безумные какие-то срывы и истерики, когда родители просто не могут понять, что ребенок хочет, что у него болит, что его там раздражает, он не может сказать. И поэтому вот этот центр, который вызывает речь, это, конечно, огромное дело. Напоминаем, что телефон помощи 9300-6384 евро 42 цента за звоночек. И я просто еще хочу сразу сказать, что эти звоночки в такую большую помощь собираются. Не надо думать, что это ерунда. Вот на прошлой неделе мы маленькому Мадуру помогали. У него диагноз был синдром Дауна. И было собрано 5715 евро. Сделан 671 звонок на сумму 838 евро. И собрана полностью вся сумма, даже чуть больше для малыша. Спасибо всем большое за то, что вы это делаете. Это очень и очень важно. И для нас самих это очень важно. Для каждого из нас. Сейчас мы делаем небольшой перерыв на несколько минут. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». И напоминаем, что в гостях у нас актриса и певица Асмик Багаян. А помогаем мы четырехлетнему малышу Родиону Солнышкину, у которого диагноз аутизм. Помогаем ему собрать денежки на два курса реабилитации. В Петербурге. В Петербурге. Вот у нас как раз за эфиром разговор такой возник с Асмик, что действительно как-то в последнее время очень много случаев увеличилось, да, количество детей. Очень много детей с диагнозом, если можно так сказать, аутизм. И я заинтересовалась. У нас есть книга «Психосоматика» Луиза Хей. И я там посмотрела, ну мне просто было интересно, почему, в чём причина возникновения аутизма. И у Луизы Хей очень интересная мысль. Она говорит, что ребёнок, рождаясь в этот мир, когда он видит, он как бы видит мир не таким, каким бы он хотел, если принять, что это душа, и поэтому он таким образом уходит, как бы, ну, он закрывается от этого мира, чтобы не видеть вот эти несовершенства мира. И там, в этой книге есть очень, книга называется «Твоё тело говорит, люби себя». Есть очень хорошее послание для родителей, которые они могут читать своим детям, что если ты уже пришёл в этот мир, этот мир, значит, ты нужен миру, значит, мир, ты должен что-то дать миру, и поэтому ты должен раскрыться. Ну, я так вкратце примерно рассказала, если интересно, можно просто поискать Луиза Хей и болезнь аутизма. А мы можем просто помочь этим детям раскрыться, если мы рядом оказываемся, да, то есть это действительно очень важная миссия. Но все буквально родители, с которыми мы общаемся в «Зелёной лампе», уже пять лет скоро будет, да, вот «Зелёной лампе», они все говорят, что эти дети приходят учить нас безусловной любви. Да. Безусловной, то есть любишь человека не за что-то, а вот просто за то, что он есть. Асмик, а вот я сейчас немножко так это в сторону хочу идти, если позвольте, расскажу, как мы познакомились с вами. Два года назад это было, это был день поэзии, вот Асмик пришла с двумя своими детьми туда, и я её не знала совершенно. А я думаю, откуда вы видели моих детей? Да, да, вот там и было, да. И потом её попросили, почитай что-то. Она говорит, да, и тут же начала читать. А потом кто-то попросил Асмик, а спой нам что-нибудь. И я никогда, я больше другого человека такого не знаю, который тут же с радостью, с большой, со светящимися глазами начал петь. Да, это для меня естественное состояние. Можно мы осмелимся и сейчас вас попросить? Не будет это такой большой наглостью с нашей стороны? Нет, конечно. Что там, вот что вы хотите? Спеть или? Да. Спеть. Я спою на армянском, можно? Очень хорошо, да. Я спою на армянском, можно? Так. Воуааааа. Следите, дети? Сегодня мы все спою на армянском, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, браво! Это песня солдата, который мечтает, когда он вернется к своей маме домой и обнимет ее. Говорит, если я не упаду в бою, то я вернусь в свои горы, услышу шорох речек и обниму тебя, мамочка. Ну вот мы должны сказать, что мы договаривались об этой встрече со СМИК две недели назад, наверное, еще, да? И мы совершенно не знали, что за эти дни произойдет, что несколько дней назад началась война, и сейчас мы можем только все вместе помолиться и пожелать мира, чтобы был мир. Большего нам не надо. Большего нам не надо. Просто, чтобы был мир. Спасибо, спасибо вам большое. Где можно вас услышать и посмотреть еще? Пока что вот в Мазайс Театрс, в Ассе и пока что в Мэнсен Дорс Фанамс, вот в этом спектакле «Песнь-песнь». Асмик, а в Ассе есть план, спектакль с очень красивым названием «20 минут с ангелом». Да. Что вы там играете? Да. Расскажите, что это за «20 минут с ангелом». Это пьеса Ван Пилова, очень интересная пьеса про советское время, про двух мужчин, которые пропили в чужом городе все свои деньги и утром проснулись без денег и в похмелье, и просто им нужно там несколько рублей, чтобы купить, опохмелиться, чтобы что-то купить. И они в шутку кричат в окно прохожие «Помогите нам, нам нужны деньги». Причем там два персонажа, один из которых не верит в доброту человеческую, а второй верит. И вот к ним стучится человек и говорит «Вам нужны деньги? Вот вам 100 рублей, 100 рублей это в советское время, это большие, огромные деньги». И они вместо того, чтобы благодарить, начинают его пытать, бить, думать, что это что-то подозрительное, что сейчас за ними придет полиция. И в общем, в конце концов оказывается, что эти деньги этот человек хранил для того, чтобы отправлять маме, и каждый раз не получалось, каждый раз он тратил. И вот теперь мама умерла, и у него остались эти деньги, и он решил отдать первому, кто нуждается в этом. В общем, все надо делать вовремя, да? Одна из, наверное, мыслей. Ну да, и то, что надо верить, что случаются чудеса. Есть люди, которые могут просто помочь открыто, без каких-то ожиданий. Самое время напомнить наш номер телефона 930-6384. Это звоночек, помощь маленькому совсем мальчику, 4-летнему рижанину Родиону Солнышкину, чтобы он выздоравливал. Спасибо вам за каждый звонок, евро 42 цента стоит этот звоночек. Асмик, а может вы еще что-то почитать нам можете, хотите? У вас есть стихи любимые? Честно говоря, хотела, я не знаю, насколько это тематически. Я даже взяла с собой. Давайте, не стесняйтесь. Да. Некоторое время назад мы с Вальдемаром Микшисом хотели сделать спектакль по письмам Марины Цветаевой. Но по каким-то обстоятельствам не получилось сделать спектакль. Но у меня осталось одно письмо Марины Цветаевой, которое, когда я прочитала, у меня как будто, я не знаю, мне показалось настолько точным вот эти слова. Я очень давно хотела где-то прочитать их. Полчаса назад перед вами у нас в эфире был режиссер Владимир Хатиненко, который тоже говорил о письме Марины Цветаевой, которое его очень поразило. Да. Пистоятель не бывает. Интересно, это тоже письмо или другое? Просим вас. Я могу зачитать. Дорогая Таня, спасибо вам за первую радость здесь, первое доверие здесь и первое вверение за многие годы. Не ломайте себе голову, почему. Вчера у меня была одна женщина, которую я видела раз, час, в 1918 году. Ее ко мне привел Бальмант. Это была начинающая поэтесса, и она писала стихи про морковь, честное слово. И сама была румяная, как морковь. Я даже удивилась. И вот, 21 год спустя, я получаю от нее письмо со стихами. Хорошие стихи, уже не про морковь. А вчера мы, наконец, с ней свиделись. И я совсем не знала, кого я увижу. Я так хотела любить. Я просидела с ней три часа. Мы говорили о бывших друзьях и временах. Мы как будто люди одного мира. Она умная, любит мои стихи. И, Таня, я ничего не почувствовала. Ни малейшего волнения, ни притяжения. И у меня был ледяной, разумный, даже резонный голос. Таня, в эту минуту вам за нее больно? Нет. Пусть вам будет больно за меня. Потому что она-то все равно счастливая. Потому что она меня любит. А дело в том, все дело в том, чтобы мы любили. Чтобы у нас сбилось сердце. Хотя бы разбивалось в дребезги. Я всегда разбивалась в дребезги. И все мои стихи сердечные дребезги. Таня, у меня с той вчерашней гостей общие корни. И мы одного возраста. И она тоже пишет стихи. И Таня. Я к ней ничего не почувствовала. А к вам с первого раза. Все. Вы можете дать мне бесконечно много. Ибо дать мне может только тот, от кого у меня бьется сердце. Это мое бьющееся сердце. Он мне и дает. Я когда не люблю, не я. Я так давно не я. А с вами я. Я. Ну, это маленький кусочек. Прекрасно. Все крутится вокруг любви. А вот у вас есть спектакль под названием «В поединке с любовью». И даже в условиях нынешнего коронавирусного лета вам удалось съездить на фестивально-театральный в Литву. Да. И играете вы там Нину Берберову. Да. То есть у вас такой набор ролей Жена Нижинского, возлюбленная Владислава Ходосевича. Как вы себе объясняете, почему вот вас режиссеры видят именно в таких ролях? Я не знаю. Это может быть стереотипой, что жена, армянская жена. Я не знаю, почему. Но начнем с того, что Нина Берберова армянка. Может быть, это тоже повлияло на то, что напомнило. Но мне нравится. Я не против. Что вы открыли для себя вот в этом образе Нины Берберовой? Я, во-первых, я очень благодарна Вальдемару Микшису, потому что он познакомил меня с поэтами Серебряного века. Вообще он фанат Серебряного века. Он знает наизусть чуть ли не все стихи Ходосевичей. Мне понравилась ее преданность, ее решительность уехать с ним вначале в Париж, потом в Берлин. Ее решительность оставить все-таки его, потому что она решила, что она не будет умирать, как он, потому что он уже не хотел жить и не мог жить не в России и сильно заболел серьезно. Но она, прежде чем уйти, нашла ему женщину, которая могла бы за ним ухаживать, сварила ему борщ на три дня и потом только ушла от него. Да, такие судьбы, конечно, необычные. Очень необычные, да. Но это сильная женщина, сильная. Ну, безусловно, она в историю вошла. Да, и она очень его чуть ли не… Ну, можно ее считать где-то соавтором, потому что поддерживала очень сильно. Она сама уже очень талантлива. Да. Асминь, если возвращаться к теме нашей программы «Зеленая лампа», это тема милосердия, конечно, да. Мы не любим там громких фраз говорить, но, в принципе, это тема, которая с нами всегда рядом, со всеми нами всегда рядом, мы можем это видеть, не видеть. Вот у вас тоже есть на вашей страничке такой пост со словами «Никогда не жди благодарности в ответ за свою помощь или участие, потому что тебе уже выпала честь, в первую очередь тебе повезло, что у тебя появилась возможность кому-то чем-то помочь». Как у вас появились эти строки, эти размышления? Вы знаете, я когда была маленькая в 90-м году, еще уже была война, которая вот до сих пор, да. Я видела очень много примеров такой взаимопомощи без каких-то расчетов, да. Я помню, что мы жили в такие времена, когда не было электричества, воды, ничего не было, и у меня папа начал выращивать у нас частный дом и в огороде выращивать овощи, покабачки. Я не помню такого дня, чтобы мы собирали урожай и не делились поровну со всеми соседями. И это были не только мы, это были все. И мы выжили просто только из-за того, что было вот это вот понятие, ощущение, что если мне дали, если у меня есть, значит, я тоже должен дать другим. Это моя прямая обязанность не разрывать вот эту вот цепочку взаимопомощи. Поэтому мне очень много кто в моей жизни протягивал в нужный момент руку помощи. Не прося ничего взамен. Не прося ничего взамен. И я могу только быть благодарна, потому что я не могу стольким людям вернуть то, что они мне дали. Да. Это, конечно, о роли милосердия в наше время можно много говорить. Но вот мы всегда говорим, что добро настоящее, оно не за что-то делается, конечно. Это вот совершенно вы правы. Потому что ты сама очищаешься, ты делаешь хорошее дело. Кто больше получает, это еще неизвестно. Да, да. Если тебе, у тебя есть что дать, вот то, что в письме, это когда у тебя самое сердце наполнено любовью, а любовь откуда идет? Свыше откуда-то же он идет. И она увеличивается. И ты просто делишься им. Единственная вещь, которая, когда отдаешь, увеличивается. Как будто отпускаешь по кругу. Да, возвращаться к себе. И, кстати, все героини, мамы героини нашей программы, мы каждую неделю знакомимся с новой семьей. И вот это очень многие из них мамы особенных детей, они все приходят к той мысли, что эти дети приходят, чтобы наполнить сердце любовью. И это происходит. Сначала это идет через шок, через стресс, через истерики, слезы, отрицание. И потом постепенно-постепенно вдруг они понимают, что в этом есть очень какой-то глубинный и высший смысл, то, что этот ребенок пришел, чтобы раскрыть сердце любви. Еще и говорят, что в самые тяжелые моменты Бог всегда ближе к тебе. Чем тяжелее, тем Он к тебе ближе. Наша программа подошла к концу. У нас сегодня прекрасная, совершенно Асмик Погаян. Напоминаем, что наш телефон 930-6384. Мы просим всех, кто может и хочет помочь сделать этот звоночек, евро 42 цента, отправить в помощь малышу, четырехлетнему Родиону Солнышкину. Пускай у всех вас в жизни будет солнце. Асмик, мы попросим, у нас еще есть буквально 3 минуты. Можете вы нам еще что-то спеть? Спеть еще? Да. Снится мне сад В подвинечном упоре В этом саду мы с тобою вдвоем Звезды на небе, Звезды на море, Звезды в сердце мое Спасибо вам большое. Пусть это будет подарок нашим радиослушателям. Желаем всем хорошего дня, хорошей недели и до встречи в следующий вторник. Всего вам доброго. До свидания.